МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, как бы художник-постановщик – это человек-оркестр, это человек, который может и знает всё. Так это? Ну, каждый в группе, наверное, считает себя таким человеком. Мы не исключение, я не исключение. Я тоже так считаю. И поэтому всё совершенно верно. Вы знаете, вот так вышло, что весь предыдущий год мы в основном представляли актёров, режиссёров, иногда продюсеров. И вот мой муж Алим Сабитов, он сам художник-постановщик, мне говорит, слушай, ну почему ты так недооцениваешь нашу профессию? Ведь на самом деле, если бы не мы, вот наше видение, наше выбор локации, наши эскизы, наш выбор предметов, вообще цветовая композиция, что называется концепт-дизайн картины, то картины вообще бы не было такой, какой есть. А вот у вас какое образование, Бапеш? Я по образованию так же, как и Алим, архитектор. Он был моим педагогом в своё время, недолго в институте. И у нас очень похожая точка зрения в этом смысле. Я что могу сказать? Кино не зря называется художественным, в первую очередь. И это слово стоит впереди. Это всё объясняет. С другой стороны, художник-постановщик – человек, который создаёт порядок в кадре. Порядок в кадре, он сродни порядку в доме. Если порядок в доме есть, то его не видно. Вот всё, что вкратце можно сказать о работе художника-постановщика. Это то, что делает эпоху эпохой, атмосферу атмосферы, состояние, фактуру, цвет. Всё погружает зрителя в сон с первого кадра и не даёт ему проснуться до финальных текстов. Замечательно. А вот, насколько я понимаю, у нас так сложилось, что в Казахстане нет профессионального высшего учебного звения, где готовят художников-постановщиков. Поэтому неудивительно, что многие приходят из архитектуры, потому что архитекторы видят комплексно. То есть, во-первых, они видят комплексно, во-вторых, они всё, что угодно, могут делать руками. То есть, вам часто приходится работать руками? Постоянно приходится делать что-то руками. Действительно. Архитектурное образование позволяет рассуждать конструктивно. Конструктивно и предметно. То есть, всё, что в мире существует, в условиях Земли, скажем так, всё либо стоит, либо лежит, либо висит, либо торчит из чего-то, либо как-то находится. Оно не может парить в воздухе без каких-то усилий. И поэтому нужно понимать природу, суть, физику вещей и работать с предметом, который нужен в кадре или появиться в кадре, находиться в кадре или являться обстановочным реквизитом, декорацией, чем угодно. И поэтому первых трёх-четырёх курсов института архитектурного именно вполне достаточно для того, чтобы понимать эти закономерности и взаимодействия. Вот в вашем арсенале картин есть фильмы, которые получали гран-при. В Токио – это картина «Последние каникулы», номинанты на «Оскары» – это картина, гашал, значит, такие зрительские хиты казахстанские, например, я считаю, что это его «Перма» или «Дорогие мои дети». Значит, мне кажется, очень такие изящные арт-хаусные картины, как «Раз в неделю», «Кенжета», что вот появилось, появляется в самое последнее время. Скажите, вот вы свои успехи считаете как? Тоже вот по призам картин? Я, честно говоря, нет, я по людям считаю, потому что есть... Во-первых, я, допустим, вот позиция художника-постановщика – это позиция режиссерская. То есть это человек режиссеров, режиссерский человек, который... То есть режиссер идет по жизни со своим художником-постановщиком? С художником, с оператором, в общем. Ну, сейчас еще и с продюсером, потому что это такой кошелек, который должен рядом все-таки тоже быть, потому что мир дорожает, и у всего, как выясняется, у многого, во всяком случае, есть цена. И поэтому мне, вот из тех картин, которые вы перечислили, я вспоминаю людей. Я вспоминаю режиссеров, операторов, и мне нравятся вот эти столбики ставить в вехе. Ну, те, которые вас открыли, это, наверное, все-таки Абай Карпыков, да? Кино, ну, полнометражное, да, это, безусловно, Абай, с его вот таким элегантным, ироничным отношением к жизни. Мне очень, тогда очень понравилось именно на его картинах, работах художника-постановщика. Я смотрел, как работают там Алим Сабетов, Алексей Розенберг, Алексей Золотухин, и это были такие, в общем, люди, которые тоже в первый раз, наверное, работавшие на этой позиции. В город подбросите? А разве мы не арестованы? Это игрушка, стартовый. Не останавливают, вот я и балуюсь. Скажи-ка, ты деревенский? Да. Иди-ка сюда. На похороны еду, друг умер. Довезу, нет. Еле дышит. Куда он денется? Не убежит. Баран и народ терпеливый. Ну, садись. Актерское начало, в смысле, то, что вы там исполняли главную роль, перевешивает. Ты, сколько вам тогда было лет? Мне было, как любому человеку, после армии 20 лет с небольшим, может быть, 21-22 года. И вообще сыграть главную роль, каково это было? А нормально, я всегда же был, я же с Тулебайки, знаете, главное, не главное, не важно. Ну, позвали на главную, я пришел, когда на пробу, я увидел Гену Сидорова, Матлюбу Алимову, я думал, ну, сейчас я тут что-нибудь сделаю, и меня не возьмут. Потому что, ну, там, там играла женщина, которая играла с Высоцким вот год назад, и что я тут рядом? Я царапина на пленке по сравнению с ней, подумал я. А когда меня взяли, ну, я вообще подумал, что я, да, наверное, что-то. И потом была уже, официально первый раз меня позвала мама Амира Каракулова поговорить о том, что вот можно было бы там сделать с этим. И мы вот тогда познакомились с Амиром, это была первая картина, уже полнометражная. Последние каникулы, да? Последние каникулы, да. Ну, мы поработали, достаточно, мне кажется, так искренне, получили несколько призов. И это меня утвердило в том, что это, в общем, тоже хлеб. Он такой же черствый, как и актерский, но он вполне съедобный. В принципе, знаете, вот я смотрю по списку, он, может быть, не такой большой, может быть, я просто не всех знаю, но это все достаточно требовательные режиссеры, требовательные к изображению. Что Амир Каракулов, что Эрмек Турсунов, что Жанка Исабаева, мне кажется, все это вот такие режиссеры сложные, с которыми не просто работают, но при этом которые добиваются вот некого результата. Вот в чем отличие, чем, скажем, от Эмир отличается от Эрмека, Эрмека, от Жанки? Я бы не сказал, что они сложные. Сложный человек, человек, который не знает, чего он хочет. Эти люди вполне себе самоопределившиеся, точно знающие свои задачи, свою мотивацию понимающие, и они могут, в связи с этим могут объяснить то, чего они хотят. То, чего они не знают или не представляют, они всегда достаточно открыты для разговора, для взаимообмена какого-то. И я проблем с людьми такого плана я не вижу, вообще никаких проблем, потому что они люди достаточно высокообразованные, высокоинтеллектуальные, и это вот как бы мое эпид окружения, как говорят врачи. Ну вот, ну и про май, вы еще значитесь в титрах как исполнительный продюсер. Это был такой вот вынужденный опыт, или это было как бы осознанное решение? Это было достаточно интересное решение, потому что художник, я знаю продюсеров-режиссеров, продюсеров-актеров, продюсеров-продюсеров-продюсеров. Да, продюсеров-продюсеров. Продюсеров-художников, я, наверное, должен сейчас в Гиннес позвонить и вызвать этих людей сюда. Потому что я нашел эти деньги, честно говоря. Ну, то есть был одним из инициаторов этого проекта, вернее, с финансовой точки зрения. Я нашел деньги, потом мы нашли проект. И, естественно, инвестор хотел заручиться какими-то гарантиями, такими морально-этическими, что ли, я выступил одним гарантом. Ну, естественно, я следил за порядком, скажем так, финансовым, как мог в этой области. И с взаимоотношениями вот этой творческой среды, скажем так, с деньгами, с Экселем. Тяжело было это делать? Было нормально. Я не заметил, как кончился съемочный период, как закончились деньги. Да, это было очень точно и четко, потому что бухгалтерия со стороны инвесторов работала копейка в копейку, все сошлось. Никто не пострадал, все счастливы. В общем, есть и картина, и у режиссера, и диск на каменной полке у инвестора. Нет, и огромная, я считаю, зрительская любовь казахстанского народа, потому что, вы помните, «Ойпермайл» вышел в прокат в то же самое время, что «Миллионер из трущоб». И вот я помню мнение зрителей, которые говорили о нашей «Ойпермайл» лучше. Да, ну, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, вот как вы сказали в самом начале, что каждый режиссер идет со своим художником. Довольно сложно идти только всегда с одним, но элементарно то, что вы отработали ШАЛ, и сейчас были художниками, потому что Моно Кенже, вы работали с Жаной на «Ойпермайл», и сейчас, я так понимаю, собирается новую картину снимать. Все это говорит о том, что, в общем, люди к вам так или иначе, режиссеры к вам так или иначе возвращаются. Просто дело в том, что, я не знаю, они все хороши, они отличные все люди. В общем, и, наверное, это, ну, так получилось. Я не знаю, кому повезло больше, им или мне, там, или нам обоим. Просто нас мало и тех, и других. И, естественно, мы как-то взбиваемся в какую-то кучу, стаю, и там у нас уже выбора нет, общаться друг с другом только. Вы знаете, Бапиш, одна из картин, которых вот моя любимая, прошлогодняя, она еще, правда, не вышла в прокат, так что, можно сказать, вот одна из последних картин, это картина «Раз в неделю» Игоря Пескунова. Я считаю, что она, ну, не знаю, она очень человечна. То есть за полтора часа, чтобы вот так вот перевернуть человека, чтобы заставить думать прежде всего иначе о себе, это, конечно, супер. Я рада за Пескунова, я рада за вас, за Влада, за Жирила, который оператор. Значит, ну, я понимаю, это вот почти такое, да, почти безбюджетное кино. Это вот почти там вот маленькой группой вы снимали, да? Ну, да. Там единственная позиция, на которую не пожалели денег, это была декорация. Поэтому я, когда мы начинали об этом говорить с Игорем, была речь именно о том, что так будет. И я согласился, потому что мне было интересно построить локальное пространство, которое было бы нескучно разглядывать в течение полутора часов. Это не квартира, это прямо, видимо, где-то в павильоне построено. Мы построили ее полностью, там все, там все стены сделаны, все, нет ни одного натурального, скажем так, объекта, кроме мебели. Но потом я вдруг понял, когда Юрий Борисович появился в кадре, что он может на коврике изобразить все, что угодно. Вот постелить его на землю, встать на него, и это будет гениально. В общем, это с одной стороны. И с другой стороны, когда он первый раз вошел на репетицию, уже в готовую почти декорацию, он сказал, ну, теперь придется стараться, сказал. И это был таким актом признания, что для меня очень высокого, большая честность. Мистер Блин. Все в порядке? Должно быть, и Этта читала каждое письмо, а потом бросала их в мусор, чтобы я не нашел. Сколько времени она это делала, я не знаю. Я никогда этого не знал. Скажите, Папеш, ну вот какие качествами должен обладать человек, чтобы все-таки прийти в эту профессию художника-обстановщика? Нужно желание, наверное, в первую очередь, и нужен некий навык. Нужно уметь рисовать, в первую очередь, рисовать руками. Пользоваться какими-то такими вещами, которые не стареют. Скульптура, лепка, графика. Иметь какой-то живой, такой ручной навык, да? Ручной навык и опыт, да. Потому что это плотницкие какие-то вещи, столярные, кожевенные. То есть оно все наработается, конечно, но вот эту базовую школу изобразительного искусства все-таки хотелось бы иметь, желательно было бы иметь. Потому что есть масса сейчас просто проходимцев, которые не владеют этим ничем и занимают эту позицию. И этот печальный катаклизм мы потом видим на экранах. Все-таки вот чего бы хотелось бы в жизни, я не знаю, что там. Может, какой-то фильм взять, может, с каким-то режиссером поработать. Хотелось бы, честно говоря, как можно больше принести какого-то позитивного ощущения в мир и при этом получить что-то обратно взамен тоже чего-то позитивного. Проще говоря, снимать хорошее кино, да? В том числе, потому что кино не главное, в общем, не самое главное и не единственное занятие в жизни, но оно самое интересное, наверное. Спасибо, Папеш. Желаю исполнения желаний. Вот интересная вещь, что когда приходит в кино стильный человек, стильный художник, и при этом профессионал, то и кино получается стильное, необычное. Папеш, конечно, приумножил. На самом деле у нас страшно не хватает профессионалов в этой области, в области продакшн-дизайна. И не только потому, что здесь не учат этому, а еще и потому, что мало кто себе представляет, что это такое, что это профессия, что это за профессия. По большому счету на Западе, ну и вообще в любой большой киноиндустрии, художник-постановщик – это Бог. Это человек, который сотворяет целые миры. И у этого Бога есть свои подмастерья – цех декораторов, цех пошивщиков костюмов, цех гримеров и так далее, и так далее. Нам, нашим художникам-постановщикам, приходится зачастую все делать самим. Но тем не менее, главное в этой профессии – это, конечно, увидеть, увидеть этот мир и помочь режиссеру, оператору, группе создать этот мир в реальности, в кино. С вами была программа «Наше кино» и я, ее ведущая, Гульнара Бекеева. Хочу напомнить, что в любое удобное для вас время программу можно посмотреть на сайте канала «Белим Женя Мадинет». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok